В Институте управления экономики и финансов состоялась предновогодняя встреча ректора Казанского федерального с молодыми учеными. Для университета 2016 года было неплохим. В целом мы справились со всеми поставленными перед собой задачами. С докладом об итогах ученых за 2016 год выступил председатель Ассоциации молодых ученых Казанского университета Михаил Варфоломеев. Возраст этих молодых ученых это 30 лет, то есть это не те люди, которые уже переходят стадию молодых и опытных, а именно те, которые начинают развиваться. Основной контингент молодых ученых именно вот из этой среды и очень хорошо и здорово то, что они нашли свое место в университете и активно работают и достигают больших результатов. Он рассказал о достижениях молодых ученых. В этом году они активно печатались в научных журналах. Один из ученых университета вошел в топ-100 молодых ученых-лидеров фундаментальной науки, руководителя Российского фонда фундаментальных исследований. А молодой доктор наук университета стал член-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан. На встрече Решат Гафуров наградил молодых ученых, достигших выдающихся успехов в 2016 году в сфере науки, образования и общественной деятельности. А также победители конкурса на соискании стимулирующей выплаты ректорам молодым ученым КФУ, осуществляющим перспективные научные исследования. Было намечено много планов, которые необходимо реализовывать в наступающем году. Актуальными оказались самые насущные бытовые темы, такие как обеспечение сотрудников жильем по программам социальной ипотеки. У нас есть еще раз земельных участков. Мы, может, переговорим и найдем какие-то возможности, может, какие-то коттеджные или еще какие-то домики будем строить. Встреча прошла в форме диалога, где ученые смогли задать ректору все интересующие вопросы и высказать свои предложения. Кроме того, молодые ученые поинтересовались у ректора, чего ждать после глобальной перестройки государственной образовательной политики. Вот он скорее про изменения, которые произошли. То есть, во-первых, у нас поменялся у кемнистр образования, и, во-вторых, начала уточняться программа 5.100. Какие вот планы на высшем уровне сейчас, которые до вас доходят, но еще пока может реализуются. То есть, вот, чего нам еще ждать в университете? Политика чуть-чуть поменяется. У нас, может быть, затронут только вопросы формирования подготовки учительских кадров. И есть надежда на большой плюс, что будут увеличены, это и администратор тоже озвучил, контрольные цифры приема социогуманитарного дела. Анна Глазунова, Руслан Урозаев, Универньюз.